МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале «Брянская губерния» программа «События в лицах» и ведущая Оксана Измерова. Компания «Брянск-концерт» представляет в нашем городе новый проект «World and Folk Music». И открывает его известная певица Сивара. Сегодня она у нас в гостях. Здравствуйте, Сивара! Очень рада вас приветствовать в нашем городе. Расскажите, пожалуйста, вы же впервые к нам приехали? Я впервые в Брянске, чему безумно рада. И поскольку это все происходит в первый день весны, я рада этому вдвойне. Мы вас поздравляем с замечательным праздником. Первый день весны все-таки. Это всех нас, да, поздравляем. Кстати, чувствуется в городе буквально до того, как приехать к вам, солнышко вдруг так засветило. И я сказала, хороший знак, все будет хорошо. Действительно. Сивара, расскажите нам, пожалуйста, с чего же началась ваша музыкальная карьера? Каким был этот приход в музыку? Ух ты! Ну, он был изначально, в общем-то, уже после того, как я появилась на свет. Наверное, все-таки было ясно кому-то там, что это будет именно так. Потому что родилась я в семье артистической, если не сказать больше музыкальной. То есть с детства, конечно, это было такое, знаете, видение, обычное натуральное видение в музыку, где даже не задавался там, не задавался вопрос, а как или что. То есть атмосфера была абсолютно музыкальной, одним словом. Поэтому я думаю, что где-то там было все-таки предначертано, что именно это и есть то самое мое музыка. То есть все-таки родители вас связали с музыкой, родители были музыкантами? Ну, они не особо, конечно, это делали. То есть у нас просто всегда были гости дома. И то, что, да, мама всю жизнь преподавала по классу народных инструментов, папа все же больше занимался, наверное, административной работой в плане музыкальном. Но он пел. Он пел, конечно, достаточно долго. Правда, вот когда уже появились мы, дети, он перешел на часть другую, немножко техническую сторону. Именно этого же дела. Вы известная певица в Узбекистане, в Европе. И сейчас вот мы узнали о вас буквально вот совсем недавно. Широкой публике ваше имя стало известно после проекта «Голос» на Первом канале. Но мы к нему еще подойдем. Хотелось бы вернуться еще разочек к истокам. Расскажите нам, пожалуйста, каким образом все же вам удалось покорить публику Узбекистана? Какой музыкой? Ух ты, хороший вопрос. На самом деле, покорение, это достаточно имеет глубокий смысл, наверное, само это слово, подход. Никогда не знаешь, где тебя может ждать это, в смысле успех. В определенном смысле. Потому что как-то начинала я петь, в принципе, пела, шла вот по этому пути, пела абсолютно разное. И пою по сей день, экспериментируя с музыкальными направлениями, ничего как-то не боясь, в общем-то. И, наверное, это произошло лет десять. Этака, может быть, чуть больше назад, когда прозвучала песня моя, вот авторская композиция на моем родном языке. И почему-то стало всем понятно, что эта песня зацепила. Вот. И, конечно, самосостояние, помню, что я ощущала. Какую-то внутреннюю радость, которую хотелось прятать глубоко от самой себя. Потому что мне было очень ценно то, что вот песня может вот так вот, оказывается, действовать на душу людей. Но это не совсем так выглядело, что вот прям песни, и сразу хит, и что-то еще. Нет, все, конечно, шло своим чередом. И бывали провалы, бывали моменты, когда совсем думала, что же я делаю такое. Ну-ка, соберись, и так далее. В музыке, как и в любой другой области, все-таки важен поиск стремлений, и не нужно бояться ничего. Желательно к этому прийти, конечно. Про вас говорят, что вы та певица, которая соединяет каким-то таким вот удивительным образом современную музыку и этническую. Каким образом вам удается ее синтезировать? Ну, эта история тоже началась давно. Поскольку я не фольк-певица, не традиционная певица, как таковая, я, конечно, пробую себя в этой сфере очень осторожно, потому что народная музыка, она, как бы, как сказать правильно, многого не прощает. Нужно действовать очень верно, то есть изучать глубже со стороны, ну, вот, то есть смотреть на истоки, как все исполнялось, где важные моменты учитывать, вообще в исполнении в целом. И это произошло тоже, кстати, уже, получается, порядка десяти лет там назад. Я столкнулась с этим, потому что вот пришло время какое-то, что мне нужно было это сделать. И в тот момент, когда я училась в школе, параллельно я, как бы, ходила практиковаться по народной музыке в ансамбль так называемых дутаристок. Это вот девушки играют на инструментах народных и поют. И мне казалось, боже мой, что я делаю тут? Мне совсем это не нравилось, и я не ощущала себя, что вообще я нахожусь там, где должна быть. Спустя некоторое время, когда я очутилась там, где я очутилась, в Англии, этот материал, именно этот материал и пригодился, потому что я захотела окунуться в эту музыку, в народную. И все были за руками и ногами. И тогда я обратилась к ним же, сказав, что как хочется, чтобы эту музыку услышало как можно больше людей. Именно там вы познакомились с этой мировой звездой, Питером Габриэлом, именно там произошла встреча. Да, именно там это и случилось. Любитель этнической музыки, ведь он так и делал. Да, он любитель музыки в целом, но и в плане, как бы он произвел такую революцию в плане музыкальной индустрии мировой, потому что сфера достаточно зыбкая и сложная, потому что привозить иностранных артистов, записывать альбом, понимать их ментальность, это достаточно сложная задача, потому что, вы представьте, приезжает совсем с другой стороны, с языком, который вообще вам неизвестен, да. А там достаточно количество артистов есть, было, и вот как бы это все происходит по сей день, слава богу. То есть на его плечах, конечно, огромная задача вообще вот выводить все это, приводить это в такой вид, чтобы и не потерять корни, и в то же самое время сделать так, чтобы многим это было понятно для прослушивания. Я именно имею в виду музыку мировую, а это значит фольклорная музыка любого народа, наверное, вот можно так сказать. Действительно, это нужно поднять на какой-то, наверное, новый уровень, который современному зрителю будет близок и знаком. Но Питер Гэбриэл, он сыграл серьезную роль в вашей жизни, так ведь получается? Да. Он ведь дал вам, наверное, прописку в жизни. Хорошо сказано. Не знаю, как это верно сказать, прописку ли он дал или что, я вообще склонна считать, что каждый человек, возникающий у нас на пути, это все неспроста, и все эти люди учителя, как, впрочем, и вы сами можете являться для кем-то как эталоном, так и учителем, другом и так далее. Вот. И он в свой момент, на тот период, конечно, когда я совсем юная девчонка, это ты смотришь на него и думаешь, вот это да, вот это величина, вот это человек, которому столько удается в жизни делать. И, конечно, ты начинаешь стремиться больше себя узнавать, стремиться становится лучше, делать мир красивее, как бы смотреть шире вообще на все, не только на музыку, а в жизни в целом. И благодаря ему, конечно, многое пришло в мою жизнь, многие учения. У вас было мировое турне. У нас произошел, да, вот именно тур по Европе, затем было очень приятно узнать, что он берет нас, очень хочет, вернее, взять и в Америку, то есть это, конечно, были разговоры, переговоры, потому что там должна была в Америке с ним быть группа blind boys of Alabama, это черные ребята, слепые, они вот должны были с ним там 48 или 50 штатов проехать вместе. И тогда вот он предложил нам, я, конечно, сказала, еще бы, я хочу увидеть Америку, да, мы хотим поиграть. Для нас это была безумная, безумная школа, удивительное время, сложное, то же самое время, самое лучшее, наверное, для артистов, особенно вот в сфере, профессиональной сфере ты растешь, сам того не замечая, и начинаешь понимать еще глубже что-то.